Я Ира, или гид в шляпе, и сегодня речь пойдет не о людях, а скорее о животных, потому что расскажу я вам про историю нашего ленинградского зоопарка. Ленинградский зоопарк один из самых крупных в нашей стране и считается одним из самых северных зоопарков мира. Был он основан в 1865 году, и первыми владельцами зоосада были Юлиус и Софья Геббгарты. Да, именно зоосада, потому что так назывался в то время зоопарк и достаточно долго. Только в 1952 году, 20 века, его переименовали в зоопарк. Изначально здесь держали очень много водоплавающих птиц, попугаев, мелких хищников и копытных. Также были у них бегемоты, тигры и львы. В конце 19 века здесь содержалось более 1100 разнообразных животных. Их нужно было всех кормить, поэтому в зоосаду были свой театр и ресторан, и вся прибыль от этих организаций шла на корм животным. Ну, то есть за счет ресторана и театра содержали в основном всех животных. Но в 1909 году зоосад пришел в упадок и был закрыт. Его в то время хотели возродить на новом месте, на территории удельного парка, но затея не удалась. А в 1910 году новым владельцем становится театральный интерпренер и драматический актер по фамилии Новиков. И вот он занимается возрождением зоосада. Здесь проводится ремонт, устраивают новые клетки для животных. В настоящее время, к сожалению, дореволюционных построек здесь не сохранилось. Но общая планировка зоопарка сохраняется практически такой, как она была изначально. Этот новый директор и владелец зоосада Новиков купил очень много новых животных. В частности, именно тогда, в начале 20 века, была приобретена слониха по имени Бетти, которая в блокаду, к сожалению, погибла от обстрела. А также купили бегемотиху-красавицу, о которой я скажу несколько позже. В 1918 году, как и многое в нашей стране, зоопарк был национализирован и возглавил его специально созданный ученый совет. А через несколько лет здесь основали кружок юных зоологов, который, между прочим, здесь функционирует до сих пор. А с 1932 года в зоопарке стали регулярно рождаться белые мишки, что очень ценно для животных, живущих в неволе, тем более медведей. И вот почему символом нашего зоопарка считается именно белый медведь. Во время Великой Отечественной войны зоосад, как и весь город, сильно страдал, но при этом был открыт, он работал. Здесь проводились регулярно лекции, а также сотрудники выезжали с лекциями. И доступ посетителей в зоопарк был возможен, но в основном в летнее время, точнее не в летнее, а в теплое, с мая по октябрь здесь были посетители. Ну и естественно, все животные страдали от холода, голода и осколочных ранений, как и люди. Наш город после Ленинграда переименовали в Санкт-Петербург, а зоопарк остался ленинградским. Это было сделано намеренно. В память о тех людях, которые пережили блокаду и помогли ее пережить животным, здесь вот об этом висит мемориальная доска. Ну и оставлено как раз название «Ленинградский зоопарк». Очень долгое время в зоосаду содержался интересный экспонат, который не имеет отношения к живым животным, скорее к мертвым, скелет синего кита. Его спустя два года отправили сюда на хранение, а принадлежал он Императорской Академии Наук. Дело в том, что в то время в Академии не было достаточно места, чтобы хранить этот скелет, и вот он какое-то время находился здесь, но потом его вернули Академии, потому что здесь уже потребовалось место для дополнительных клеток и вольеров для животных. В зоосаду когда-то был собственный оркестр, сначала духовой, потом симфонический. Им руководил Эрнест Рост, а дирижером был Теодор Франке. Это к вопросу про развлечения, которые здесь регулярно проводились, для того, чтобы содержать в том числе животных. Устраивали концерты симфонические, играли музыку римского Корсакова, Рубинштейна, Вагнера, Чайковского. Также давали органные концерты. Ну, как говорится, людям развлечения, животным на корм. Ну, а теперь чуть-чуть подробнее остановлюсь на периоде блокады. Когда началась война, некоторых животных удалось вывезти из Ленинграда на поезде в Казань. В основном вывезли крупных хищников и копытных. Но некоторые хищники здесь еще оставались. И вот руководством города еще в начале войны было принято решение оставшихся крупных хищников убить. Поскольку очень боялись прямых попаданий. И что есть риск того, что если будут какие-то, соответственно, разрушения, то животные, эти хищники могут выйти в город. Но, тем не менее, здесь в период блокады содержалось около ста разнообразных животных. Ну, и, пожалуй, самая известная история, связанная с зоопарком и с блокадой, это история бегемотихи-красавицы. Она пережила блокаду вместе с сотрудницей зоопарка Евдокией Дашиной, которая заботилась о ней, было две основные проблемы. Во-первых, бегемоту нужно находиться все время в воде. Либо его кожа должна быть очень мокрой все время. Потому что если она пересыхает, появляются трещины, кожа начинает кровоточить, в общем, раны. Ну, а как мы все помним, в первую блокадную зиму 1941-1942 года водопровод в городе не работал. Поэтому в чаше бассейна у бегемота воды не было. И, кстати, красавица очень боялась обстрелов. Когда начинался обстрел, Евдокия Дашина спускалась к ней в чашу бассейна, они вместе пережидали обстрел. Плюс она каждый день ходила к Неве, соответственно, в прорубь, и на санках привозила бочку воды, в которую умещалось 40 ведер. То есть это еще нужно эти 40 ведер натаскать. Воду она грела, и этой водой смачивала кожу красавицы. И, естественно, трещины все равно появлялись, дополнительно еще смазывала камфорной мазью. Но когда водопровод починили, стало уже немного в этом смысле полегче. А вторая проблема заключалась, естественно, в еде. Бегемоту в день, чтобы наесться, нужно 40 килограммов еды. Такая цифра во время войны, во время блокады была, ну, космически нереальной. Поэтому кормили ее таким образом. Брали 4-6 килограммов смеси зелени, травы, овощей и жмыха, и остальные 30 килограммов использовали пропаренные опилки, просто чтобы заполнить желудок бегемота, и чтобы она думала, что как будто бы она сыта. Вот таким вот хитрым, обманным образом ее кормили долгое время. И бегемотика выжила. Более того, она умерла в 51-м году, прожив для бегемота достаточно долгую жизнь. Ну и не стоит забывать, что здесь было очень много других животных, которых также приходилось кормить такими вот всякими хитрыми, обманными способами, чтобы они выжили. Когда зоопарк только открылся, здесь содержалось очень много крупных животных. Здесь были носороги, слоны и львы. Этих всех животных подарил зоопарку император Александр II. А в середине 20-го века Республика Вьетнам подарила двух слонов. Слониху Кунг и слона Сюна. Слониха умерла через несколько лет, и слону Сюну привезли новую барышню, слониху по имени Кроспи. И вот эти слоны жили в зоопарке практически до 80-го года. В то время, как раз в 70-е и 80-е, в 74-м году последнего носорога отвезли в зоопарк в Гродно, а бегемотов, которые на тот момент здесь были, отправили в Киев на передержку. Но там они и остались. И вот с тех пор здесь в зоопарке самыми крупными животными у нас являются жирафы. Сотрудники говорят, что, может, и хотели бы завезти слона. Но это очень большая ответственность. Слоны в нашем климате, ну, в общем, эти животные требуют особого отношения. И, естественно, не так просто содержать слона. Плюс их нельзя содержать поодиночке. Обязательно нужна пара. Ну, то есть сразу заводить двоих слонов. В общем, они это делать не спешат. Сегодня в нашем зоопарке содержится примерно 600 животных. Много удивительных историй связано с этими животными. Есть и знаменитости. Есть долгожители. Например, Марабу Джаконда. Ей примерно 30 лет. При том, что Марабу в дикой природе живут обычно где-то лет 20. Есть также кондор из Ант-Ева, который в районе 50 лет. А еще здесь есть контактный зоопарк. Зайчики всякие, камерунские козочки, которых можно гладить и кормить. Такный зоопарк, конечно же, очень важен для детей. В том числе этот контактный отдел порой выезжает в детские дома и социальные центры. Ну и скажу пару слов о некоторых знаменитостях нашего зоопарка. В первую очередь это медведи белые Услада и Харчана. Услада за свою жизнь родила 16 медвежат, что очень много. Ее сынок по имени Ломоносов уехал в Якутию. И там у него родилась дочка, которую назвали Харчаной, что по-якотски означает снежинка. И вот ее привезли сюда в зоопарк. Вот какое-то время здесь жили вместе бабушка и внучка. При этом Услада уже умерла, прожив для медведя долгую жизнь, 33 года. А Харчана знаменита своими шоу в бассейне. Когда ей дают новую игрушку, она с ней так интересно играет, что не нужно никакой дрессировки. Известна история крокодила Татоши и красноухих черепах. Дело в том, что в природе они бы между собой не контактировали в плане дружбы, скажем так. Но здесь эти черепахи абсолютно не боятся крокодила, залазят ему на спину, на нос. И, в общем, вместе они мирно существуют. Произошел один случай, крокодилу чинили вольер, ремонт был, их расселили. Потом, когда ремонт закончился, черепах туда посадили первыми и потом крокодила. И так вот, крокодил подошел каждый, обнюхал, всех признал и не стал нападать. И еще очень часто он их разнимает. Черепахи порой дерутся за еду, а он подходит и носиком пытается отодвинуть одну от другой. По сути, он их мирит. Пример еще одной дружбы – это волчица Тень и сотрудник зоопарка Дмитрий Юрьевич Васильев. Тень родилась в 2007 году и сначала она жила в контактном зоопарке. И вот Дмитрий Юрьевич забрал ее оттуда и выкармливал. Когда она выросла, ей, естественно, сделали отдельный вольер. Но только он мог туда заходить, к ней, потому что она считала его своей семьей, своей стаей. Выполняла все его команды. И, в общем, это была любовь. Но, насколько я знаю, волчица Тень уже умерла. И еще под конец вам моя самая любимая история дружбы животных в этом зоопарке – это рысь Линда и кошка Дуся. Линда родилась тоже в 2007 году. Вначале маленьким котенком она была в контактном зоопарке. И туда же ей подселили маленького котенка, кошечку Дусю. И они сразу подружились. И так прошло более 12 лет. Дуся и Линда часто и спали вместе, и ели, и вылизывали друг друга. По сути, жили в одном вольере. Но, когда я готовила этот выпуск, нашла информацию, что в прошлом году, к сожалению, кошечка Дуся умерла. Ну что ж, на сегодня у меня все. Такой краткий экскурс в историю и настоящее нашего зоопарка. Не все же о людях вам рассказывать. Природа прекрасна и удивительна. И тем более зоопарк неразрывно связан с городом. А город – зоопарком. С вами была Ира, гид в шляпе. Сегодня, ну, типа в кепке. Будет еще много интересных историй. Если хотите индивидуальную экскурсию, мои контакты есть в описании к этому видео. Поэтому пишите. Всем спасибо. Всем пока.